Сейчас к нашему эфиру присоединяется Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала «Автор Импайр». Будем продолжать говорить о пропаганде и о формах, которые она сейчас приобрела. Ольга, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ольга, вот скажите, все-таки в Европейском Союзе чувствуется влияние российской пропаганды? В каких странах, возможно? Может, вы слышали о каких-то материалах резонансных, которые выходили в каких-то государствах Европы? Вот что происходит там сейчас по влиянию? Знаем, что есть ряд стран, в том числе страны Балтии, Польши, где, в принципе, российское телевидение запрещено, но явно это не весь список. Безусловно, это не весь список. И, на мой взгляд, в Западной Европе влияние российское сильнее, чем в Европе восточной. И тоже понятно, почему, потому что страны Восточной Европы достаточно находились под, ну, кто-то под оккупацией Советского Союза, кто-то тоже, у кого-то стояли войска советские. Поэтому они прекрасно знают, как работает пропаганда, они прекрасно понимают все опасности. И в этом смысле, будь то Польша или страны Балтии, конечно, и там что-то пытаются делать, но там к этому относятся достаточно внимательно и за этим следят. А вот в Германии, особенно в Германии, в меньшей степени во Франции, конечно, российские пропагандисты есть. И последняя история, это буквально появилась информация о том, что Украина стоит за подрывом северных потоков. Да, вот не очень сильно разгоняется эта информация, но вот она появлялась в европейской прессе. Что касается, по-моему, в Германии, если я не ошибаюсь, что касается Франции, то там российская пятая колонна тоже есть. Но последние события в Африке, конечно, ее сильно подорвали, ее позиции, потому что голоса, которые говорят о том, что Франция теряет свое влияние в Африке и тому способствует Россия, сильно ослабляет российскую пятую колонну. Так что бывает, что своими действиями себе же они тоже и вредят. Ольга, мы видим в последнее время, как башни Кремля начали активизироваться. И вот очень четко прослеживается тот момент, что именно ФСБ пытаются вернуть себе прежние позиции, прежнее влияние. И вот эти новые методички ИПСО, это как будто бы писаны были именно в тех кабинетах. Как вы считаете, что можно было бы из этих нарративов, из этих технологий, или давайте проще схем, определить, как последние наработки ФСБ? Ну, на мой взгляд, это, конечно, не последние наработки. Большую часть наработок была сделана еще в советское время, да, и просто они используют все то, что было тогда создано, сейчас. Надо сказать, что если говорить о ФСБ, то там внутри тоже достаточно сильная война, потому что Бортников уже давно неважно себя чувствует и хочет уйти в отставку. Поэтому за его кресло идет недетская борьба, поэтому внутри ФСБ, ну, по крайней мере, две группы друг друга также грызут. И в этом смысле, что называется, чем больше, тем лучше. Не случайно, когда был Пригожинский мятеж, ФСБ молчало. Видимо, группы кто-то поддерживал Пригожина, а кто-то думал, что делать, и не знал. Поэтому иногда и даже не ФСБ выступают за стрельщиками в этих портикандистских атаках. СВР тоже в этом задействованы, так что тех, кто пишут эти сценарии, достаточно много. Ну и, конечно, не будем забывать администрацию президента. Все-таки основные планировщики ИПСО, как это ни странно, находятся именно там, администрация президента. Знаете, о чем еще хочется спросить, Ольга? Вот, например, есть информация от Центра национального сопротивления о том, как в Крыму среди населения растет недовольство принудительной мобилизацией. Понятно, что крымчанам уже второй сезон не проходит с теми прибылями, которых они ждали, наверное, с теми барышами. Всему виной развязанная Россия война. Но, вот, как вы считаете, получается ли у Путина все-таки проводить процессы, не объявляя о них публично? Я говорю, конечно, о мобилизации населения. Получается ли с этой задачей справляться? Насколько эффективно? Ну, я думаю, что те цифры, которые они хотят достигать, они достигают. И уже до 1 сентября остаются считанные дни, и 1 сентября начинается осенний призыв. И, собственно, я думаю, что контрольные цифры именно по осеннему призыву, они будут таковыми, чтобы как-то поддержать те потери, которые несут российские войска, заменить пушечное мясо на других людей. Потому что принято достаточно законов, которые позволят призывников отправить на фронт, ну, где-нибудь там через месяц после призыва. Ничто не мешает через месяц уже заставить призывника подписать контракт. И, понятное дело, когда он уже в войсках, ему тяжело сопротивляться. И все те, кто еще вчера не призывался, в этот раз могут быть призваны. Поэтому опасность для молодых людей, тем более, что увеличена срок, как мы знаем, да, теперь до 30 лет можно призывать. Опасность будет достаточно высокой. Я думаю, что мы увидим кампанию, когда будут ловить ребят буквально на улице. Но, похоже, что ловить ребят на улицах Москвы или Питера не планируют. А вот где-нибудь в Бурятии или в других более депрессивных регионах очень даже с удовольствием это делают. А ловить на улицах Москвы и Питера страшновато, потому что это может закончиться какими-то массовыми волнениями. Антивоенные настроения в крупных городах достаточно сильны и достаточно искры, чтобы из кухонных разговоров они вылились в что-то более активное. Поэтому, да, видимо, в крупных городах будут действовать аккуратнее. Но, опять-таки, это зависит, что называется, от планов. Потому что трясти будут военкомы, а военкомы не всегда хорошо соображают. Поэтому где-то могут начать отлавливать, кстати говоря, в первой волне мобилизации. И в Москве у метро ловили. На это была плохая реакция, потом перестали. Так что эксцессы исполнителя, возможно, везде. Последним вопросом мы поставим Ольга. Как по мне, довольно занимательная тема. Издание Верстка и Медиазона получили материалы свежего ЕГЭ по истории 2024 года. И там школьники обязаны знать причины распада Советского Союза. Также уметь объяснить присоединение Крыма к Российской Федерации. И, собственно, причины специальной военной операции. Это я цитирую сейчас это издание. И вот еще одна тема, которую тоже школьники должны хорошо ориентировать у себя в голове. Это возрождение Российской Федерации как мировой державы. Как вы думаете, получится ли за такой короткий срок, или уже дети к этому были готовы, ставить подобные вопросы по истории? И вообще, есть ли у детей ответы, будут ли родители как-то подключаться к этому? Ведь ребенку нужно сдать, для того, чтобы поступить дальше в университет, даже такие предметы? Ну, все-таки подготовка к ЕГЭ это такая специфическая вещь, когда детей натаскивают именно на ответы на вопросы. Ну, а по большому счету, на мой взгляд, это будет возвращение к советским временам, когда, ну да, учишь там, условно говоря, заседание 25-го съезда КПСС. То, что сказал, да, какие там цели поставлены партией перед народом. Но это не означает, что ты к этому относишься серьезно. Я не думаю, что современные дети, которые в интернете ориентируются гораздо лучше, чем их родители, не знают свои ответы на те вопросы. И, по большому счету, сегодня учителя не сильно уважаемы в детской среде. Для того, чтобы учителей уважали, они все-таки должны быть совсем не теми, которые есть в сегодняшней России. Не теми, кто рисует на выборах результаты голосования. Поэтому, да, конечно, дети будут отвечать на экзаменах то, что от них хотят услышать. Но это не значит, что они так будут думать. Да, и будем надеяться на то, что оперативная память не будет принимать эту информацию и сотрется как элемент для самосохранения. Ну да, хотелось бы надеяться на то, что это будут формальные действительно ответы для технической необходимости. Ольга, спасибо вам огромное за участие в эфире. Ольга Курносова, политический аналитик, главный редактор портала After Empire, была в нашем эфире. Благодарим. Всего хорошего.